Книга «Открытым оком», том 16, тема «Вера», вопрос 3033. «Бывает же, что при начале поиска спасения человек посещает несколько разных собраний. Как получается, что в конце он все же избирает именно одно и тому верен уже до конца?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Если речь идет о выборе между разными сектами, то там ищут, где красочнее, интереснее, где больше помогает материально. А вот если кто-то ходит к ертикам и был у православных, и еще как-то продолжает ходить в храм, то это быстрее затухает. Выбор почти абсолютно всегда в пользу сектантов. Но иногда бывают редкие исключения, когда у православных тоже изучают Библию. Кавычки открыты. Еще в детстве, когда моя мама перебирала вещи в шкафу, я подумала, неужели так можно прожить всю жизнь? Уже тогда у меня стали возникать вопросы о смысле жизни. В юности я искала в людях мудрости, особенно в преподавателях института, где я училась. Но все окружающее не удовлетворяло меня. С другой стороны, я чувствовала, что мир меня не принимает. То, что было интересно для моих знакомых, мне было чуждо. Да и друзей-то у меня практически не было, так как они не разделяли мои интересы. Вышла замуж, родились дети, муж меня очень любил, можно сравнить только со сказкой. Думала, ну вот мое счастье, любящий муж и дети. Но нет, счастье это не дало, и поиски смысла жизни у меня продолжались. И вот пример, когда Бог, используя плохое, превращает его в хорошее. Я часто болела простудными заболеваниями, просто не была рада жизни. И в отчаянии записалась в группу «Здоровье», где ее члены купались в проруби. Эта группа была связана с подобной группой Новосибирского академгородка. Вскоре я с ней познакомилась, а там были люди умные, ищущие нечто духовное. И вот Володя Иткин, в скобках сейчас его уже нет в живых, повез нас к барнаульскому православному проповеднику Игнатию Лапкину. Это было в субботу вечером. Он вышел из Покровского собора, одетый в осеннее пальто и кирзовые сапоги. «Следуя за ним, я подумала», в кавычках, «что же интересного может сказать нам этот крестянин?» И вот впервые я слышу о церкви, о Христе, кавычки открыты. «Какие глубокие у него знания религии», – подумала я. Темная бабушкина вера превратилась в яркий свет. Вскоре после этого моя мать мне говорит, что у них на работе баптист Миша Аколов приглашает на собрание, где можно получить Библию в подарок. Недолго, думая, я пошла. Мне было очень странно видеть взрослых людей, благоговейно молящихся Господу. От них исходило почтение и любовь к имени Иисуса. Какие хорошие трогательные проповеди о Христе я здесь услышала. Я не все понимала, о чем говорилось. Одновременно с посещениями баптистов я ходила на занятия к Игнатию Тихоновичу. Его лекции я нашла более глубокими и обширными, чем проповеди баптистов. И вот 7 января 1991 года я легла спать, и мне не спалось. У меня было так хорошо на душе. Невозможно выразить словами. Я не понимала, что происходит со мной. И вдруг пришла мысль, в кавычках, «Неужели я поверила в Бога?» Внутри была неописуемая радость, какой я никогда в жизни не испытывала. И вот с того памятного вечера моя жизнь буквально перевернулась. Я просто летела на собрание к баптистам и на занятия в университет. Само имя Иисус Христос наводило на меня такой трепет и ревность, что мне казалось, что я могу отдать за Него свою жизнь. Я помню вечера, когда мы вдвоем с мужем сидели и говорили, кавычки открыто, «Саша», — говорила я, — «что со мной творится?» Я никогда не думала, что вера в Бога приносит столько радости, кавычки закрыты. Мой муж отвечал, кавычки открыты, «Да что, что-то особенного?» кавычки закрыты. И иногда даже начинал раздражаться и злиться. И это я могу сравнить с тем, что когда мать показывает своего новорожденного ребенка мужу и говорит, «Смотри, какая радость у меня!» А он отвечает, в кавычках, «Я ничего не вижу, у тебя в руках пусто». И даже сердится, считая ее глупой. Но Христос был со мной. Я нашла то, что искала. И доводы мужа, и его раздражения меня уже не трогали. Как я попала в православие? Очень просто. Бог дает по сердцу. У меня возник вопрос. Почему Бог один, Библия одна, а столько разделений на диноминации? Через книги и занятия в университете я узнала, что истинное спасение в православии. И я пришла в начавшуюся формироваться общину Игнатия Тихоновича. Не скрою, мне было интереснее у баптистов стихи, музыка, пение, сидение на скамьях. Но я искала спасения, и рисковать этим не стала. Да и Бог помог мне определиться. После нескольких месяцев посещения баптистов я немного охладела к их собраниям. Чувствовала, что нужно сделать выбор. И вот однажды, сидя на собрании, я ощутила сильное смущение внутри. Мне казалось, что у меня на голове горит платок. Я ясно слышала голос внутри себя. В кавычках «встань и уйди». У меня было ощущение белой вороны. И я бы вышла, но пришлось ждать конца, так как моя дочь сидела среди детей в центре зала. Обращение ко Христу у меня произошло в 36 лет. И вот сейчас я на узком и тернистом пути. Сколько побед и поражений я испытала. Слава Господу, который нашел меня, омыл и ведет меня, и мне подобных спасительным путем в Царство Небесное. 1.03.2006 год. Малютина Раиса Юльевна, в девичестве Никулина. Телефон 45-42-86. Иезекииля 22-30. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. 2 Тимофея 1.17. Но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Белиты куплены, и тронулся автобус, перекрестившись, завалился спать. А надо бы, молясь, глядить всем в оба, не то под лед спроборимся опять. Опасности расширили захват. На встречной полосе смерть распахнула руки. Парс смертно выявят, кто будет виноват, и покалеченным кровь выделят по группе. Задолго до рождения я мишень, микробом, что текут по поповине. Меня высчитывают все, кому не лень, хотя как будто числюсь неповинным. Но смертный приговор уже меня согнул, и участью моей заинтересован враг. И выхода мне нет, лишь только в щель одну. Еще и неизвестно, кто мне там будет рад. В коляске на закорках и у отца под мышкой, рискую приземлиться головою вниз. И, видимо, тогда сподобился расслышать, как ненадежно махонько и жизнь. Затмились первые и шаткие шаги, падения, кувырки, познания мира. Удары в тысячи, как не стряслись мозги, по хрохам, по извилинам все шире. И вспышка молнии на выходе в упор не испепелила, страху нагнала. Задумался, как следует с тех пор, об участи посмертной, где все сгорит дотла. Что в общем хоре слабый голосок, когда об этом столько и повсюду. Но все же радостно сказать по силам смог, когда такой раздрай вселенская остуда. Христа принял, он верой наградил, возвысил над прошедшим, подтянул Голгофе. И цель конечная вплотную, не вдали, как жаль, что многие сильней меня оглохли. 2 марта 2006 год. Игнатий Тихонович Лапкин.